Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваш юрист». И сегодня мы продолжаем тему коронавирусной инфекции. Поговорим о том, какая ответственность лежит на людях, которые нарушают карантин или режим самоизоляции и за что они могут даже предстать перед судом. Наш консультант, как всегда, адвокат Игорь Михайлович Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Начнем с административного кодекса. Какие дополнительные статьи введены в этот кодекс и какие из действующих статей могут применяться уже сейчас с учетом распространения коронавируса? На сегодняшний день популярной становится статья, если так можно сказать, по ней уже составлены десятки, а по России сотни протоколов об административных правонарушениях. Это статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения социально-эпидемиологического благополучия населения. Она интересна. Статья это общая, но применительно к пандемии, которая сейчас во всем мире окутала весь мир. То есть здесь интересна часть вторая и третья. Она распространяется в этой части на людей, которые нарушают режим карантина. Мы должны понимать, что два режима. Карантина и самоизоляция. Вот мы сейчас говорим о режиме карантина. То есть люди, которые были в контакте с инфицированным больным, люди, которые сами разносчики заболевания, люди, которые приехали из-за границы и, как вот у нас уже было на прошлой неделе, пробежав и сломив этот полицейский кордон, показывая там фигу и крича, да ну вас всех, уехали, не пройдя вот этот тест, да, на наличие вируса. Временно даже, пускай, не будучи помещенными в обсерватор, временный медицинский изолятор. То есть они становятся нарушителями вот этой ситуации. Им уже грозит какая-то ответственность. Да, безусловно, мы говорим об административной ответственности, это штраф. Так же самое для предприятий, для предпринимателей, для юридических лиц. Это тоже статья подходит и сейчас стали привлекать тоже по ней по всей России предприятия. Это наиболее таких необузданных, упрямых собственников компаний, которые не выполняют предписания органов власти, продолжают функционировать, маскируя даже свою деятельность под то, что якобы может функционировать, несмотря на вот этот вот режим повышенной готовности. Предположим, это кафе-рестораны в ограниченном как бы режиме вот этом продолжают обслуживать граждан. Это нарушение. То есть дистанционно можно, но приглашать посетителей нельзя. Даже если они там в барной стойке там выпивают или аккуратно там кушают, все съежились, сжались как котята. Это все нарушение законодательства. Административная ответственность это штрафы? Это штрафы. Если на предприятии, если будем говорить о предприятии, то это возможно по суду при остановлении деятельности более такая суровая ответственность до 90 суток. Другой статьей административного кодекса, которая параллельно идет со статьей 6.3, эта статья введена недавно, буквально на днях. Это 20.6.1. Невыполнение гражданами правил поведения. Если в первом случае мы говорили о нарушении там режима карантина или невыполнение гражданами, то это не выполнение требований организациями, то уже во второй ситуации мы говорим как раз о нарушении режима самоизоляции. Режим самоизоляции он понятен. На сегодняшний день есть и правила поведения обязательные для исполнения гражданами. Это постановление правительства Российской Федерации. Это же говорится и о правилах поведения говорится и в приказе главного санитарного врача. Из этого приказа следует в основном, что граждане должны ходить с документами как минимум. Документ это паспорт и документ справка, которая оправдывает нахождение гражданина на улице, особенно если планируется сейчас введение пропускного режима. И он следует до места там работы. Для бытовых условий мы должны поменять, в чем состоят правила, понимать в чем состоят эти правила поведения. Это конечно человек может выйти выгулить животное домашнее, но опять таки в радиусе 100 метров. И вот уже составлены были протоколы, пошли на граждан, которые привыкли отдаляться от дома, гулять в парковой зоне. То есть это уже нарушение идет правила поведения. Это пройти до магазина, это пойти к месту работы, вынести мусор. Но наши умные, не то что хитрые, а вот изобретательные люди уже ищут пути, как обойти вот эту статью. Я уже знаю столько способов, но разумеется я не собираюсь это говорить, это неправильно. Закон нужно соблюдать в этой части, а мы говорим о законе, потому что кодекс это тоже закон. Но самое главное, этот режим самоизоляции важен для самих граждан. Вы можете обмануть всех и полицию, и убежать от него, если вы быстро бегаете, но вы не убежите от коронавирусной инфекции, если она все-таки к вам прицепится. Ну да, все это было бы смешно, если бы не было опасно на самом деле. Это уже не только опасно, это уже стало грустным, потому что уже людей отпевают. Уже вопрос идет о в мире уже тысячи смертей, поэтому ты от кого будешь бегать, от смерти ж не убежишь. Поэтому вот эти нормы, которые вело наше законодательство, не потому что у нас власть зажимает конституционные права граждан. Сейчас в интернете об этом очень много стали писать. Не имеете права, это нарушение свободы передвижения. Какое свободы передвижения у тебя может быть? Какая? До 14 километра до кладбища, не дай бог, если этим закончится. Ну, Игорь Михайлович, перебью. Вот в общий чат скинули аудиосообщение. Это наверняка поскидывали очень многие люди, присылают друг другу. И там одна дама так это авторитетно заявляет, что для того, чтобы это все ограничить, ваше передвижение должен быть режим ЧАЭС введен. Давайте так. Это совершенно, я не хочу сказать, что это фейковая информация. Она основу-то, зерно юридическое есть, но она просто подана безграмотно, вот поверхностно, даже если это, как вы говорите, дама юрист. И от этого вот приводит к ложной информированности населения. Но уточните вот прямо сейчас, потому что вопрос витает в воздухе. Но режима ЧАЭС-то нет? Режима ЧАЭС нет. Но вы исходите из того, что здесь же существует не только режим ЧАЭС в соответствии с законодательством, который ограничивает права граждан, в том числе на передвижение. У нас в соответствии с постановлением губернатора введен в режим повышенной готовности. И он вот этот режим повышенной готовности, он также накладывает на граждан определенные обязательства. И более того, принято на сегодняшний день у нас в крае целый ряд документов, которые также налагают на граждан обязанность. Но это не потому, что власть давит население и просто вот жаждет воспользоваться возможностью, чтобы ограничить нас в правах конституционных. Это для нашего же благополучия. Вопрос идет жизни и смерти. Но это не означает, что всех начнут вылавливать поголовно и вот штамповать там десятками тысяч протоколы. Самых отъявленных, который не понял, раз ему дали предписание, он собрался, загрузил машину, там куча мяса накупил, там маринованного, поехал отдыхать на шашлыках. Отпуск же. Так это по всей России тысячи таких примеров. Или выпили компанию, пошли бродить, гулять, искать приключения на свою голову. Конечно, таких будут штрафовать. Ты правильно? А кстати, Игорь Михайлович, вот за недостоверную информацию такую, которую сливают везде, за нее есть ответственность какая-то? Конечно, конечно. Особенно, если это касается недобросовестных предприятий, которые связаны с подачей этой информации в эфир, радио, телеэфир или распространяют в интернете, даже в том числе предприниматели и граждане. То, конечно же, введена соответствующая ответственность. На сегодняшний день там есть статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации. Но она распространяется, кстати, и на граждан, и на юридических лиц. Вот подача в эфир заведомо недостоверной информации, выдавая ее за достоверную, это карается, в общем-то, ответственностью. Вот недавно привлечена была женщина, которая, выдавая себя за знающего человека, сообщала о том, что в населенном пункте, в ее городе, не в нашем городе, там уже чуть ли не тысячи зараженных, но власти скрывают, так как они ничего не делают и делать не будут. Потому что, и далее там, по тексту не будем говорить. Вот эти вот фейковые, как говорят, новости, так называемые в кавычках, вот эта псевдоинформация, на самом деле это ложная, да, ложная данная. И это не факт. И таких фактов просто и нет, да. О том, что власти, сейчас вот слышу уже, власти специально нас заражают, чтобы население было меньше. Власти делают. То есть, конечно же, вот эта вот ложная, грязная информация о работе или бездействии преступным органам власти, которые на самом деле сегодня сбиваются с ног и работают в нештатном режиме, круглосуточном. И вот дискредитация власти, это все должно являться и является основанием для привлечения человека к административной ответственности. И совершенно это правильно. Потому что мы сейчас должны мобилизоваться, мы должны понимать друг друга, мы должны уважать друг друга, мы должны сблизиться люди и власть. А когда вот возникают вот эти вот фейки, которые вызывают панику, ведь, конечно, это же искусственное причем. А, она ничего не занимается, вы же не забывайте еще, есть люди психически слабые, да, то есть они не уверенные в себе. И вот на фоне вот таких вот смс, аудио, каких-то сообщений, то все пропало, мы все умрем. А их можно найти, этих людей? Конечно, их находят и привлекают к ответственности, потому что система мобилизуется в такой ситуации. Вот таких вот клопов-паразитов нужно выковыривать с их квартир, где они там сидят на своих компьютерах, пишут, отправляют. Это же как вирусоносители. Вот их тоже нужно, но уже не в обсерватор, а иной режим для них. Это вот режим вот этой административной ответственности, как минимум. Более того, если вот такие вот умники, так злые тролли, назовем это, спровоцируют волну, и это будет сопровождаться еще массовыми беспорядками, смертностью людей, конечно, их можно привлечь к уголовной ответственности, и это тоже правильно и справедливо. И в закон Приморского края об административных правонарушениях введена статья 3.13 нарушения требований нормативно-правовых актов, ну, направленных вот, связанных вот с введенным вот этим режимом повышенной готовности. А в каких ситуациях может применяться уголовная ответственность? Что надо для этого сделать? То же самое, вот мы говорим об административной ответственности, административного кодекса уголовного, это как братья-близнецы, просто все, что сказано, все, что говорится о как бы малом вреде, ущербе, это все регламентируется административным кодексом. Если появляется уже общественная опасность, тяжесть, смертность массовая, то это все уголовный кодекс. Если, соответственно, эти же предприниматели, да, не прекратил он производство и оказался в числе трудового коллектива зараженный, инфицированный человек, который заразил, и не дай бог я, пока все теоретически мы говорим, потому что это вот только набирает, к сожалению, обороты, это пандемия. И массовая смертность, то есть он нарушил санитарно-эпидемиологические, да, правила, он не приостановил производство, работу, да, все это закончилось смертностью. Конечно, это будет статья 236 Уголовного кодекса, это уже уголовная ответственность. На сегодняшний день уголовная ответственность, она ужесточена за нарушение вот санитарно-эпидемиологического законодательства, там до 7 лет лишения свободы. Далее также введены новые статьи, это 207.1 в Уголовный кодекс, публичное распространение заведомо недостоверной информации, которая выдается за, в общем-то, достоверную информацию, ну, 207.1, 207, там две статьи. Ну, то есть это те примеры, когда, о которых вы рассказывали, когда люди... Да, только уже, да, только уже, когда идут такие массовые ущерб, убытки, связанные там со смертностью людей, тогда будут приниматься, применяться вот эти статьи Уголовного кодекса. Вот эти изменения в этот закон, это реакция законодателя, потому что март месяц показал, что люди... Многие не хотят понимать упорно опасность, которая угрожает не только вот этому человеку, который нарушает режим самоизоляции, режим карантина, режим переостановления деятельности. Они же опасны для многих окружающих, это все. Поэтому и введены, и были экстренно вот эти статьи. Эти все изменения, эти все статьи перестанут существовать и работать, как только закончится карантин? Они не перестанут больше существовать, и они не перестанут работать, потому что на сегодняшний день вот эта вот пандемия показала, что кодексы нужно было как раз дополнить вот этими статьями. Здесь же вопрос не только идет о коронавирусной инфекции, а уточнились просто, как действовать в ситуации, когда люди не желают исполнять санитарно-эпидемиологическое законодательство. И оно в этой части просто уточнено и расширено. Поэтому дай бог победим, победит человечество коронавирусную инфекцию, но статьи-то останутся. И то, что сейчас в ткань вот этих статей введено законодателям на сегодняшний день, оно правильно, оно более скорректировано, и оно таким и должно быть. Я слышала еще, сейчас появляются такие истории, люди ищут того, с кем можно договориться. Они, допустим, возвращаются из-за границы, вот им обязательно сейчас надо пройти двухнедельный карантин, сдать тесты, ну и всю процедуру. Естественно, они не хотят находиться в обсервации и ищут какие-то пути, с кем договориться, вот что по этому поводу говорит закон. Да, по этому поводу уже закон тоже говорит, уже появились комментарии на этот счет. Все попытки договориться с должностными лицами, неважно это Роспотребнадзор, какие-то иные организации, очень сложны и, я думаю, даже бесполезны. Почему? Потому что должностным лицам указано, что в случае, если они будут давать указания подчиненным сотрудникам в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, кого-то отпускать, создавать такую льготную очередь проходящих без тестов, они будут привлекаться к уголовной ответственности, это злоупотребление 285 или 286, превышение полномочий. Эти статьи рабочие, они действуют, просто в данном случае они будут применяться вот и на таких недобросовестных должностных лиц. Поэтому договориться, я думаю, не получится. Человек, вот приезжая из-за границы, в первую очередь мы говорим таким подозрительно карантинных потенциальных, он все равно должен пройти тест, потом уже там будет решаться вопрос, или находится он в обсервации в этом временном медицинском изоляторе, или он едет домой, продолжает соблюдать вот этот режим невыхода в помещение, там находиться в изолированной комнате, стараться не контактировать с малолетними людьми, детьми, ну это правильно. Игорь Михайлович, спасибо за полезную актуальную информацию. Что пожелаем нашим зрителям? Оставайтесь дома. Оставайтесь дома, соблюдайте режим карантина, соблюдайте режим самоизоляции. Без лишней необходимости не выходите. Помните, что мы все связаны друг с другом. Кто-то нарушил, а отразилось на дисциплинированном человеке, это может быть кто-то из вашей семьи. Будьте здоровы! Субтитры подогнали Симон.